Всем доброго времени суток! Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить благодарности девушке, которая на своем канале организовала совместный проект Элевьешка. Я не рекламирую этот проект, мне просто хотелось бы ее поблагодарить. Также я не записывалась на участие в этом проекте. Просто там вообще планируется много всего интересного делать до Нового года. Получится ли у нас, посмотрим позже. И я хотела бы вам более подробно показать свои открыточки, которые получились. Как это называется лизинг? Мы делали точно по инструкции, практически точно по инструкции, которые предлагала Диана. Ссылку на канал Дианы я оставлю в инфобоксе. Итак, первая открыточка вот в таком вот виде она у нас получилась. Такие замечательные пряничные человечки с эффектом 3d. Вот оборотная сторона открыточки выглядит следующим образом. То есть это все очень и очень хорошо сочетается. Надпись тоже объемненькая у нас получилась. Также в изготовлении открытки использовалась ленточка. Вот вы ее можете видеть в горошек красненькая. Очень и очень красиво. Внутри открыточка тоже немножечко украшена подарочком и вот такой вот какой-то листочки с какими-то ягодками. Открытка делалась очень быстро, очень легко. Все фоны, все вот детальки, все это Диана дает на своем сайте. Поэтому можете к ней пройти, зарегистрироваться и наверное принимать участие. Так, вторая открыточка, которую... Так, но эту открытку делала я. Одна пока. Вторую открытку делали мы совместно с дочерью. Она у нас получилась вот такая вот. Опять-таки елочки у нас приклеены на вспененный скотч, то есть они объемные. Надпись вот этот флажок тоже объемненький. Оборотная сторона открыточки выглядит следующим образом и внутри вот таким вот значочком украсили. Вот. И последняя открытка делала уже моя дочь самостоятельно. Я была в это время на работе. Можно я буду делать? Да делай, пожалуйста. И здесь она уже решила покреативничать. У Дианочки, значит, этот пингвиненок расположен строго посерединке. Она его немного сдвинула в левую сторону и в руки дала ему, ну, чупа-чупс, так скажем. Ну, единственное, я бы, конечно, приклеила его на вспененный скотч, но она сказала, нет, так лучше. Ну, решила, так решила. Использовались вот такие флажки надписи «Крисмос». Вот. Оборотная сторона выглядит следующим образом. Украшена вот таким значочком с каким-то гречительным или с чем-то, с напитком, короче. Внутри, опять-таки, чупа-чупс и такая вот звездочка. Спасибо тебе, Дианочка, еще раз. Обязательно буду смотреть дальше твои мастер-классы. И очень-очень все интересно, доступно. Все материалы можно распечатать. Ну, конечно, при наличии принтера. Вот. Ну, вот у нас такие вот открытки получились. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока!